Ну, в общем, сегодня проходит Рамштайн, 15 марта, юбилейный 10-й Рамштайн. Да, итогов еще мы всех не знаем. Посмотрим, что будет. Ну, наверное, какие-то нас ожидают новости. Тем не менее, он же носит уже не буквально, а часто символическое значение. Мы понимаем, что какие-то решения будут приняты и по части поставок оружия, и осуществление других военных мероприятий по поддержке Украины. И все это приобретает особое значение как раз в контексте ожидаемого наступления. Возможно, оно пройдет в апреле, и, в общем, успеет ли следующий Рамштайн быть или нет. Но это уже такой вопрос зависит от хронологии. Но, тем не менее, смотрите, как сплющились события. С одной стороны, это Рамштайн перед контрнаступлением, о котором я сказал. Это визит Си Цзиньпина в Москву, который вроде бы, похоже, подтверждается. 21 марта из вероятно снова переходит в категорию ожидаемого. И, возможно, по итогам этого визита к Путину разговор Си Цзиньпина с президентом Зеленским, видимо, по видеоконференц-связи, как я представляю. Ну и многие другие темы, которые бы хотелось затронуть именно в связи, в которой они находятся. Потому что кое-что вытекает одно из другого. Предположительно, точно такая скоропалительность, даже скоротечность привлечения Китая в качестве, ну, такого миротворца-посредника, союзника Москвы. Разные качества. Разные качества примериваются в течение вот этих последних недель, после годовщины, собственно говоря, начала войны с 24 февраля, и опубликования 12 принципов Китаем о мирном урегулировании. В Украине в связи с войной. Вот это всё, по-моему, слишком сильно перевязано одно с другим. Вот мы с этого и начнём. Для начала, вот, Рамштайн, вы как, Андрей Андреевич, ожидаете, что будут всё-таки приняты решения о передаче каких-то новых видов вооружения или какие-то только количественные планы будут приняты, или же, так сказать, одобрено будет, что уже до этого делалось? Какие главные ожидания у вас? Давайте поговорим об этом. Ну, это действительно последний Рамштайн перед битвой. Ну, хронологически, возможно, следующий, где-то 15-16 апреля, но там уже начнётся, видимо, это контрнаступление. Там уже будет оперативное решение приниматься. Как помните, один военный эксперт, например, Бонапарт, говорил, он сангешпи юнвуа, главная реализация, там видно будет. Вот к этому времени будут ввязаться. И я, кстати, не исключаю, что какие-то решения будут приниматься там по ходу боя. Вот. Но что касается принципиальных вопросов, они остались два. Их осталось два перед началом контрнаступления. Ну, во-первых, во-первых, давайте пощеркнём, что план этого контрнаступления очевидно совместно разрабатывался с Соединёнными Штатами Украины. Достаточно сознательных учетчиков было в американской МИДе о том, что в январе-феврале на штаб-квартире американской армии в Европе и Африке, там в замечательном русском городе Висбадене, проходили штабные учения, на которых на заключительном этапе участвовали и первые лица, председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли и Валерий Заужный. И там обсуждались, были приняты решения. Ну, как всегда, генерал Бен Ходжес информировал публику широкую, рассказывал то, что не могли официальные лица рассказать. Так это было, помните, после предупреждений очень эффективных, сработавших предупреждений российскому руководству о недопустимости использования янерного оружия. Это нам Бен Ходжес рассказал, что какая будет реакция Запада, ну, в частности, в том, что Путин лично просто убьют. Вот он это принял во внимание, Путин, я имею в виду. На этот раз Ходжес нам очень красочно всё это рассказывал, с картами, помните, у него такая карта с Крыма, с нанесением ударов. Он её и на Мюнхенской конференции по безопасности демонстрирует, в многих других эфирах. Ну, из неё было ясно, что осуществляется, в общем, сценарий, о котором говорил Заужный в интервью Экономист ещё в декабре. 84 километра до Мелитополя он проходит, его берёт и начинает хреначить, уничтожает мост и по всем объектам в Крыму. Ну, сейчас это уже почти всё достижимо с помощью вот этих летающих бомб. Ground launch, small diameter bombs, диаметр воздействия Хаймерсов удвоился с 80 до 160 километров. Это не какие-то оценки экспертов, это по Мариуполю уже хреначили в полном мере. Но, как подчёркиваю генерал Бен Ходжес, это не хватает для ударов там по Севастополю, где база Черноморского флота и по ряду других объектов, складах оружия. Ну, совершенно необходима для успеха этой операции, конечно, ракета «ЭТЭКС». Я уверен, что это решение принято, и оно не будет обсуждаться сегодня. Вернее, будет обсуждаться его реализация практически. И второй элемент, необходимый для этого наступления, это, конечно, изменить фронтовую авиацию. Ну, мне представляется, что здесь принято компромиссное решение. Ну, с одной стороны, украинские лётчики, это хорошо известно, сейчас готовятся, обучаются на самолётах F-16 в Великобритании, и в Великобритании также на тайфунах в Великобритании, Соединённых Штатах, Польше. Но основная роль фронтовой авиации будет играть МиГ-29, который, ну, в ближайшие дни, по-моему, уже, наверное, это уже началось, со всего бывшего постсоветского пространства будет собрано и поставлено. А вот, что касается вот тех F-16, на которых обучается украинский общий лётчик, то вот не исключаю, что это уже будут какие-то оперативные решения в ходе битвы, вот, по завету Бонапарта. Вот так. Я посмотрел выступление, успел посмотреть выступление генерала Остена, который открывал это сегодняшнее. Он выступал в Вашингтоне, это онлайн сегодня они встречаются. Говорил он очень решительно, подчёркивал как раз, ну, практически те же наши слова с вами повторял, что настал ключевой момент, мы должны... Что ещё мне в нём понравилось? Ну, как любой генерал в такой ситуации, он был так взбешён вот этой атакой на американский дрон. Он заявил, что будем летать везде, где считаем нужным. Ну, в общем-то, Путин с огнём играет. Ведь в чём сейчас, на чём сейчас держится вся эта путинская система, вся эта его дзюдухерия? На одной оговорочке западной, вот я ей недавно посвятил целую статью свою, ведь мы видим, как заметно эволюционировал подход Запада, уже нет этих дискуссий победа или не поражение после... Да, победа Украины, да, даём оружие. Но каждое самое решительное заявление западных политиков, включая президента Байдена, она заканчивается в конце такой маленькой оговорочкой. Но, тем не менее, мы не хотели бы допустить эскалации конфликта, и нельзя допустить прямого, вот дословная фраза, прямого столкновения вооружённых сил на атре. Ну, какой, к чёрту, эскалации, когда Путин уничтожает украинские города? Вот с этой стороны уже беспредельная эскалация. То есть слова «эскалация» не означают связывать чем-то руки украинцам. И мы знаем, чем связывают уже, это не секрет. Украинцы открыто об этом заявляют. Но они фактически заставляют или кровью подписываться, или какие-то заявления делать, что на этом... Они пошли на это, согласились, что оружие, которое передаёт западные страны, не будет использоваться для нанесения ударов по, собственно, Российской Федерации. Ну, слава богу, хоть по Крыму не запрещают. Тут уже чётко подчеркнули и Кирби, и это самое. Ну, вот что Крым — это купированная территория Украины, тут всё законно. Вот почему они эту оговорочку, к чему они побаиваются? Долгое время мы все думали с ядерным... Ядерный шантаж. Нет. Ядерный шантаж тем бы ядерно закрыто. Мы уже ненадократно об этом говорили. Путин объяснили, и он это понимает. Тысячу раз он показал, что он не шахид. Шахиды ждут встречи с 72 девственницами в раю, а он на золотом унитазе сидит с Кабаевой в своём безвкусном дворце. Это исключительно. Но они опасаются другого. Вот их настроение выдало вот эта ситуация, помните, с двумя ракетами, упавшими на территорию Польши, как прежде всего в Брюсселе и Вашингтоне. Нет-нет, ни в коем случае. Это не российское, нет, не украинское. Ну, потому что они должны отвечать, извините, за свой базар. Они же повторяли тысячу раз, и Байден, и Стотнмир, что да, мы не будем воевать в Украине, но мы будем сражаться, я раз не знаю, каждый инч, каждый инч территории Article 5, вот территория, на которой распространяется священная Article 5, и это мы всё будем защищать. То есть в случае, не дай бог, удара по аэродромам там. Вот почему так они нервничают с самолётами F-16? Ну, потому что самолёты, они как-то должны, должно быть их обслуживание, должны быть вовлечены, конечно, в этом случае румынские и польские аэродромы, и, возможно, Путин, подталкиваемый своей ультрапатриотической клакой, наносёт удар, и тогда они вынуждены будут ответить. Ну, что казалось бы, в этом страшно, вот это замечательно, но после этого просто война закончится за несколько дней, потому что вся, чем они ответят? Так, занимай матч мощью НАТО. Но за эти шесть дней погибнут, возможно, там сотни американских военнослужащих, может, Путин бабахнет по какому-нибудь там городку в Польше, по боку, мирные жители. Вот это неприемлемый ущерб для Запада чувствуется. Они хотят, да, они хотят победы Украины, они понимают, что украинцы платят за это кровью. Ну, знаменитая формула Столтенберга, мы платим деньгами, украинцы платят кровью, а если они не устоят, нам придётся платить кровью. И их устраивает эта ситуация, что мы победим Путина, но украинской кровью за это заплатим. Вот этого они хотят избежать. Но, понимаете, если Путин сам нарывается, в конце концов, могут они отбросить эту оговорку. Вот в сегодняшней риторике и боди-ляндвича генерала Остина мне этот месседж послышался. Ну, после чего он говорит, мы же с вами, мать ваша, договорились, что мы украинцев сдерживаем от удара по вашей территории, а вы нас нихренали. Так вы что, хотите от нас по полной получить? Вот примерно так и прочёл сегодняшнее выступление генерала Остина. Ну, а я не знаю, видимо, уже к вашему следующему эфиру будут известны какие-то официальные формальные результаты сегодняшнего десятого Рамштейна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова